итак друзья привет сегодня вот с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня мы с вами продолжаем помогать нашему подписчику денису приучать его собаку к лайку его к поводку итак я рад что нашлись подписчики зрители нашего канала которые откликнулись на мой призыв о том что давайте решать эту проблему вместе то есть рад что на есть активные люди которым не все равно не инертные люди я сказал бы так и в большинстве своем все практически давали правильные советы да ну давайте вот сейчас я подведу такую общему знаменателю все что нам насоветовали плюс свои рекомендации какие-то добавлю мне было интересно провести вот это вот общее решение этой проблемы именно для того чтобы понять уровень скажем так подготовки своих подписчиков уровень подготовки уровень активности своих подписчиков я рад друзья мои что вы начинаете не просто там механически подходить к решению какой-то проблемы а уже именно с точки зрения скажем так психологической точки зрения то есть ну не бывает решение проблемы какой-то вот среднестатистического решения проблемы к среднестатистической собаки потому что не бывает среднестатистической собаки также как не бывает среднестатистического человека да и когда вот эти вот два индивидуальных таких скажем так и два индивидуума встречается вместе да здесь нужно решать все индивидуально что мы собственно говоря с вами и учимся делать итак подводим общий знаменатель, то есть сначала нужно как бы собаке дать ознакомиться с этим предметом, которым она будет дальше, ну вот в частности поводок, да, ну и любой собственно говоря предмет амуниции нужно собаке дать ознакомиться, прежде чем сразу одевать его резко на нее, для того, чтобы не ввести ее ступор в какое-то стрессовое состояние, то есть о чем давайте с вами рассуждать, как живет собака, основные органы какие у нее чувств развиты наиболее сильно, да, то есть наиболее развиты у них это обоняние, да, то есть собака живет носом, поэтому что нужно сделать, любой предмет амуниции, ошейник, намордник, поводок, когда вы знакомите с собакой, да, ей нужно дать его обнюхать, идем мы всегда от простого к сложному, то есть правильно вот зрители канала, подписчики канала порекомендовали Денис тебе, что начинать нужно заниматься вне, скажем так, зоны раздражения, да, то есть привычной для собаки обстановке, то есть для тебя это является как бы твой дом, да, или двор, скажем так, вот, то есть вне раздражителей мы начинаем играть с собакой, когда происходит, скажем так, пиковая, вот именно тут нужно понять этот момент, что нужно не в начале игры, не в конце игры, а именно в пиковой ситуации, когда происходит, когда собака наиболее активно играет с тобой, да, ты берешь этот поводочек какой-то и просто подстегиваешь его, то есть буквально там, ну там на секунду, на две, на три, на четыре, в зависимости от поведения собачки, то есть чтобы собака наименьше обратила внимание, что вообще что-то там ей пристегнули, собственно говоря, и тут же даешь лакомство, гладишь ее, поощряешь, говоришь, молодец, хорошо, хорошо, все, главное ты не дергай этот поводок, не ограничивай ее движение территориальное, вот это вот промежуток, чтобы она могла отбежать от тебя, подбежать к тебе, если она отбежит от тебя с пристегнутым поводком, не старайся дергать, пусть она лучше отбежит, пусть она чувствует, что поводок, в принципе, это ничего страшного, такого не происходит с этим поводком, значит, дальше, на что еще хотел обратить внимание, это так нужно сделать во время этой игры раза два, три, четыре, в зависимости от того, как будет себя вести собака, если она будет уже напрягаться, значит, ну, все, там, два раза сделал, все, достаточно, на этот момент игры прекращай, если она будет, ну, рада, потому что, ну, собаки обычно радуются, когда во время игры хозяин уделяет ей, собственно говоря, внимание свое, и плюс еще к этому ко всему, когда ты будешь пристегивать поводок, я рекомендую тебе давать лакомство, то есть, хвалить ее, молодец, хорошо, давать какое-то лакомство, ты говоришь, что у тебя собака, как бы, имеет витальную мотивацию, то есть, она у тебя пищевик и любит лакомство какое-то, ну, тут я думаю, что реакция должна быть положительная, главное, еще раз тебе хочу сказать, чтобы у собаки не было негативных ассоциаций, то есть, не надо пока, пока не надо ограничивать ее в перемещениях, то есть, пространстве, если она решит отбежать, ну, че ж, тут ничего страшного, в этом нету, вы находитесь либо в доме, либо это находится у вас во дворе, то есть, всегда вы уже, судя по тому, что мы с тобой сейчас переписывались, ты пишешь, что, как бы, собака ко мне, у тебя стало более охотно, тем более у вас это будет происходить все во время игры, поэтому собака будет возвращаться, здесь ничего страшного в этом нету, и что я еще хотел бы тебе порекомендовать, сразу, вот эту игру подгадать к периоду кормления, для того, чтобы у собаки наиболее запечатлелось, то есть, после такой игры, вы пойдете и покушаете. Следующий шаг, который ты должен будешь сделать, это, когда выпускать собаку из дома, да, на улицу, то есть, и выходить вместе с ней тоже, то есть, игру продолжать, уже следующий шаг, это продолжать вне дома, на улице, да, то есть, поводок у тебя в руке должен быть, собака должна его видеть, что он у тебя находится в руке, пусть ты пока не будешь, не будешь пристегивать его во время выхода именно, но пусть этот поводок у тебя находится в руке. Вышли на улицу, во дву-предворовую территорию, да, собака у тебя там справила пока нужды свои, после чего вы начинаете с ней играть, да, опять, пристегнул, дал лакомство, похвалил, отстегнул, пристегнул, дал лакомство, похвалил, отстегнул, пристегнул, дал лакомство, пусть она у тебя с этим поводком побегает, просто побегает. Все, вот таким вот простым решением, от простого к сложному, Я думаю, что буквально завтра-послезавтра у тебя собака будет ходить уже на поводке Главное, ты старайся, не то чтобы поводок, когда она уже не будет у тебя под ноги забегать к тебе Ты успокаивай ее тоже Но не старайся резко ограничивать движение То есть дергать за поводок Вот не надо пока То есть можешь ты держать в полу натяжке этот поводок Чтобы она чувствовала, что он присутствует, этот поводок Что постепенно, но ни в коем случае там не дергать Вот это очень важно То есть мы вообще, собственно говоря, когда начинаем заниматься с собакой Есть такое понятие, как мотивация и потребность собаки Вот что происходит, смотрите Во дворе у собаки, ты говоришь, что у тебя получается все хорошо Во дворе там, у нее потребности какие? Потребность в том, что вожак как бы оценивал потребность справить нужду Но вы уже нужду справили И мотивирована она у тебя на подкормку Здесь она не обращает внимание на все эти вещи Как только вы выходите на улицу Здесь собака, у нее появляется потребность в чем? Потребность обследовать территорию Да, разные запахи Там какое-то движение какое-то идет То есть здесь у нее потребность в социальной мотивации То есть она пытается там Или увидела другую собаку Может начать доминировать там Или охранять территорию То есть вот здесь вот твоя задача в этой ситуации Переключить собаку То есть чтобы сделать так таким образом Чтобы у нее появилась потребность в общении с тобой Как ты это можешь сделать? Это ты можешь сделать, когда выходить с голодной собакой И у тебя будет кусок еды в кармане какой-то А если у тебя собака мотивирована А лайку нужно мотивировать И собственно говоря, как ты вот здесь вот мне описываешь Что на улице в некоторых ситуациях Она у тебя не подбирает твои кусочки То есть ты пытаешься дать лакомство какое-то Она отказывается от этого лакомства То есть я делаю вывод о том Что собственно говоря собака у тебя Является еще плюс к тому же ко всему Мотивирована на Есть такой вид мотивации Это он называется обучающая То есть игровая мотивация Ведь игра это одна из форм обучения у собак Вот поэтому она у тебя мотивирована еще на игру Тебе просто нужно научить ее этому делать Если она у тебя не любит мячики, палки какие-то Апортировочные предметы То ты ее как лайку, которую готовишь стать Сделать из нее охотничью собаку Именно на пушного зверя Ты должен вызывать у нее охотничий рефлекс В виде там каких-то веревочек, мячиков Но уже на веревке, да Чтобы она, ты бегаешь, удаляешься от нее Чтобы она пыталась догнать этот мячик, да То есть вот когда у тебя этот мячик будет в руках И собака будет мотивирована, да То есть чтобы она не обращала внимание на тот Поводок, который у нее на шее Ты вот этим мячиком, этой веревочкой можешь ее отвлечь Тут вот в чем задача И мой канал, он позиционирует себя таким образом Что не механическая дрессировка важна А именно тренировка Я не люблю слово дрессировка А именно тренировка И именно вы должны добиться и понять свою собаку Что ей надо То есть когда вы поймете На что она мотивирована На какие моменты она отвлекается Да, вот как ребенка можно конфеткой сказать Вот ты скушаешь, да, сейчас еду Когда он отказывается есть, да В результате ты получишь вкусную конфетку Либо мы с тобой мультики посмотрим Вот так же и собака Чтобы у нее просто было желание С вами заниматься И когда вы поймаете вот эту вот Ту конфетку У вас все получится, друзья мои Итак, делаем вывод какой Сначала мы занимаемся без внешних раздражителей Приучаем к поводку Поводок пристегнули, отстегнули Пристегнули, отстегнули Во время игры Потом покормили, да Потом выходим на улицу с поводком в руках Но не пристегнутая собака у нас Дальше что мы делаем Мы на улице играем с собакой Пристегиваем, отстегиваем Даем лакомство, хвалим ее И следующий момент Мы уже выходим на улицу Но здесь вот важно еще раз повторяю То, что держите поводок Не дергай собаку То есть не надо ее там Подтягивать себе на этом поводке То есть да, ограничивать ее пространство Но без резких движений Скажем так Следующим этапом я что сделаю? Я следующим этапом возьму И полностью проанализирую твой ролик Который ты мне прислал Дам тебе какие-то конкретные рекомендации Хорошо? Итак, друзья мои Заслужите доверие Заслужите уважение И у вас все получится С вами был канал Я и мой хвост И я его автор и ведущий Олег Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok